Всем привет! Вы смотрите канал Мотоньюз. Панты редко доводят до добра, а особенно, когда они подкреплены заботой о собственной безопасности. Инцидент, представленный на видео, произошел в начале ноября. Мотоциклистка по имени Дарья в компании еще нескольких байкеров двигалась по шоссе с высокой скоростью. При этом из экипировки на ней были только шлем и перчатки. В какой-то момент девушка не вписалась в поворот, задела боком железное ограждение и вылетела из седла, оставшись на дороге. Развернула ее так, что смотреть этот момент страшно. Люди все время забывают, какие они хрупкие по сравнению с железом. А мотоцикл сам уехал к другой стороне трассы и там еще раз коснулся ограждения. Дашу поддерживают друзья и постоянно навещают ее в больнице. А число подписчиков в Инстаграм растет – уже более 100 тысяч. Сейчас Даша пишет в своем Инстаграм. Попала в ДТП полтора месяца назад, а тонны слов поддержки до сих пор. Также много вопросов и умных слов, типа «Ой, надо было заложить и зашла бы», «Ой, ездить не умеешь, а топишь», «Ой, а я бы зашел в тот поворот», «Ой, а экип только для фоток». Слушайте, я, конечно, понимаю, что каждый имеет право высказаться, но пожелания всего самого черного могли оставить и при себе. Моей ошибкой было первое, что мы топили, а я ехала не отставая. Второе, что ехала впритык, не держав дистанцию. Еще что касается экипа. Судя по тому, какие в конечном итоге повреждения, будь я в экипе, хотя бы в куртке, это сыграло бы не в мою пользу. По наблюдениям и разборам, не могло оторвать кисть или предплечье. Почему? Да, куртка предотвратила бы рывок руки назад и остановила бы в доступной зоне изгиба. Но в этом случае весь удар на скорости 180 приняла бы кисть, предплечье. Еще большим плюсом было, что я отключилась и тело тут же расслабилось. За счет этого не было сопротивления руки и плечевая кость осталась цела. А разрывы нервные оказались неполными. То есть могло быть все хуже. Но это не значит, что экип не нужен. Нужен. Затрудняемся оценить, насколько Дарья и ее друзья правы в своих выводах насчет того, как бы то же самое выглядело в экипе. Это все из серии «А если бы». Но в любом случае призываем всех любителей двух колес, во-первых, трезво оценивать свои возможности. А во-вторых, даже при желании выпендриться, не забывать о собственной безопасности и использовать все возможности защиты своего тела, которые предоставляет экипировка.